Правозащитная организация Amnesty International призвала власти ЕС не депортировать людей в Афганистан. Из-за нестабильной ситуации с безопасностью в стране, такие действия являются незаконными. «В Афганистане нет районов, которые были бы безопасны для вернувшихся людей. Мы призываем наложить мораторий на высылку, пока страна не станет более безопасной». Однако в Евросоюзе всех приехавших из Афганистана рассматривают как трудовых мигрантов. В ближайшее время количество депортаций будет только расти. Это часть нынешней стратегии блока, которая также включает укрепление внешних границ. По данным Amnesty International, в прошлом году из ЕС в Афганистан депортировали 9460 человек. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. «Я никогда не видела более испуганных людей, чем люди в Кабуле. Они боятся стать жертвами теракта, получить ранения. Они также боятся, что станут непосредственным объектом для нападения». По словам правозащитников, наибольшую опасность для тех, кого возвращают в Афганистан, представляют террористические группировки. А таких в стране, по мнению правозащитников, более 20. Среди них – Талибан, Аль-Каида и ИГИЛ. «Европейская комиссия предложила внести изменения в систему сбора налога на добавленную стоимость в Евросоюзе. Реформа призвана закрыть все лазейки и остановить налоговые махинации. Она также не позволит компаниям уклоняться от уплаты налогов путём размещения офисов в странах с низким уровнем НДС. Согласно новым правилам, корпорации должны будут платить налог в той стране, где продаются их товары или услуги». «При трансграничной деятельности будет применяться НДС страны, где находится покупатель. То есть фирма-поставщик должна будет использовать тарифы страны-покупателя. Компании будут пользоваться онлайн-порталом, так называемой «единой кассой». По словам еврокомиссара по экономике Пьера Московиси, предложения должны утвердить все страны-члены ЕС. Если это произойдёт, то масштабы налоговых махинаций при трансграничных операциях в ЕС сократятся на 80%. Между тем, Евросоюз пытается взыскать неуплаченные налоги с американских Амазон и Эппл. Ранее на обе компании наложили крупные штрафы. Еврокомиссия считает, что они пользовались необоснованными налоговыми льготами в европейских странах, где размещены их представительства – Амазон в Люксембурге, а Эппл – в Ирландии. Первая должна оплатить в качестве штрафа 294 миллиона долларов, вторая – 13 миллиардов. Еврокомиссия уже подала иск в Европейский суд на люксембургское и ирландское правительства за то, что те до сих пор не взыскали необходимые суммы с оштрафованных компаний. «Амазону удалось перевести три четверти своих доходов из компании-оператора в компанию-держатель, то есть из компании, которая облагается налогами в Люксембурге, в компанию, которая не облагается. В результате три четверти доходов Амазон в Европе не облагались налогами». В свою очередь власти Люксембурга и Ирландии говорят, что никаких налоговых преимуществ не предоставляли. Верховная Рада приняла правительственный законопроект про электронные доверительные услуги. Речь идёт о внедрении в администрирование бизнеса таких услуг, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, пометка времени, электронная рекомендованная почтовая доставка, фейк-контроль электронных ресурсов. Согласно принятому документу, пользователи электронных доверительных услуг имеют право выбирать, кто будет им предоставлять такие услуги. Также они имеют право обращаться с заявлением об отмене, блокировании или восстановлении своего сертификата открытого ключа. Закон вступает в силу через год после публикации. Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2017 составили 18 миллиардов 640 миллионов долларов. Согласно предварительным данным НБУ, это максимум с 2014 года. В регуляторе отметили, что с начала года резервы выросли на 20%. В частности, по итогам сентября резервы выросли на 602 миллиона долларов. Увеличению объёмов резервов в течение прошлого месяца способствовали поступлению в пользу правительства от размещения еврооблигаций на сумму более миллиарда 300 миллионов долларов.